Поздравляю вас с началом нового учебного года. Поскольку с каждым годом все меньше остается возможности учиться в университете. Но есть разные варианты магистратуры. Вот у меня сегодня будет занятие на втором курсе магистратуры по языческой составляющей социально-трудовых конфликтов. Кто долетит до этой середины Днепра, то мы опять с вами встретимся. В следующий раз я вам принесу диски с программы этого курса. Которые я читаю. Ну и как всегда вы их там себе запишите. Чтобы знать какие вопросы у вас будут. Насколько я понимаю у вас зачет. Будет по конфликтологии. А это значит что может быть не зачет. Поэтому это не уменьшает значимости. Зачет не зачет. Курс наш, как вы знаете называется, социально-трудовые конфликты и технологии их вырегулирования. И он относится к числу таких курсов, которые рассматривают более широко встречающиеся конфликты. Потому что все люди, за редким исключением, находятся так или иначе в трудовых или в производственных отношениях. Еще только в трудовых это когда вместе одно бревно поднимают или одну задачу решают. В производственных отношениях находятся и рабочие, и капиталисты, и собственники, и те у кого собственности нет. Поэтому достаточно широкий круг конфликтов. И как вы знаете, нет никого в обществе, кроме детей, инвалидов, больных и так далее, которые бы не участвовали в этих отношениях. А раз есть такие отношения, то, как вы знаете, без конфликтов не проживешь. А раз не проживешь, значит, надо думать, как их разрешать или как их регулировать. Поэтому проблема разрешения конфликтов, проблема их урегулирования является такой крупнейшей социальной задачей. Вот над которой работают в том числе и отделения конфликтологии, и товарищи, которые, профессора, и досенты, которые на этом отделении работают. Ну и при том, что есть разные виды конфликтов, тот конфликт, который мы будем с вами рассматривать, ту сторону, которую мы берем, он является, можно сказать, наиболее массовидным, наиболее широким. Наиболее часто встречающимся. И как всегда бывает, поскольку он чаще всего встречается, как бы это все привычно, и никто не знает, как их разрешать. Или почти никто не знает. Вот, скажем, мои встречи с работниками профессиональных союзов показывают, что они даже Трудовой кодекс не знают, и иногда начинают какие-то странные вещи делать, не зная, что прописано в законах. Сразу хочу сказать, что сколько я не преподаю конфликтологию, и проблемы разрешения в социально-трудовых конфликтах, и политических составляющих, я должен честно сказать, что мне не удалось добиться того, чтобы слушатели, студенты и магистры, чтобы они, когда они сдают уже экзамены, или когда они сдают зачеты, чтобы они не рассказывали, что написано в законе, а рассказывали, что нужно делать, опираясь на те возможности, которые предоставляет закон. Потому что закон, он же и для одной стороны закона, и для другой стороны закон. Поэтому сам закон ничего не говорит. Не говоря уже о том, что есть такое понятие, о котором мы будем достаточно много и полно говорить, как коллективный договор, в котором не может быть ничего, что ухудшает положение работника по сравнению с законом, а лучше, пожалуйста, вот, к примеру, у нас сколько часов рабочей недели? Чего вы меня спрашиваете? Я, говорит, не работаю. Вы работаете, нет? Сколько? Нет, товарищи. И даже те, которые работают, говорят, 40. А у нас написано до 40. А до 40 и 0 до 40, и 1 час до 40, и 2 часа до 40. А если вы возьмете статистику, которая сейчас обнародована в российской газете, 48 часов работают в России сейчас. А по закону 40. А сколько сверхурочных? Вот у нас есть люди так, просвещенные в этом плане. Сколько сверхурочных, может быть, в год? Можно и сутками работать. А? Можно и сутками иногда. Да, надо сутками работать. Если бы я был вашим хозяином, я обязательно вас взял на работу, чтобы вы сутками работали, а я сутками отдыхал бы на Лазорном берегу. Значит, 120 часов в год. А оплата как? Первые два часа как оплачивается? В сверхурочных? В полуторном. В полуторном размере. А вот дальше? В двойну. Ну и что? Так, редко где сейчас. Говорят, хотите много заработать, работайте, работайте. Больше будете работать, больше получаете. А человек, чем больше работает, тем больше устает. Естественно, уже одно дело первый час, второй час, а если другое дело девятый час, десятый час и так далее. Ну это так, так сказать, к слову. Поэтому мы начинаем этот курс с той проблемы, которая сейчас является самой актуальной в России. Это проблема пенсионной реформы. И она совершенно четко попадает в категорию конфликта. В чем конфликт? Ну, что такое конфликт, мы еще будем говорить специально. Но не надо путать конфликт и спор. Вот что такое спор, кто-нибудь знает? Вы никогда не спорили? Ну и что это такое, с чем едят все этот спор? Что это такое? А что вы не знаете, что такое спор? Я к вам обратился, как знатоку, а вывоз. Что? Знать и моче сформулировать разные вещи. Нет. Понять, что говорил Гегель, это выразить в понятиях. Если вы не выразили в понятиях, значит, не понимаете. Не надо, это вы их развели. А вы их все дети. Я не говорю, что я понимаю. Я не говорю, что вы понимаете. У нас полный трогательное единство. У вас нет никакого спора, правда? Что такое спор? Вот товарищ, он задумался. Он задумался, значит, что-то придумает сейчас. Попытка поиска. Вот только попытка. Попытка есть, а вы весенны не нашли. Почему это попытка? Потому что... Вы один будете искать? Сам с собой будете спорить, что ли? Вот я попытку могу сделать? Вот я попытку хочу выяснить, кто знает, что такое спор. Так я, что ли, спорю, что ли? Когда спор, это сколько субъект должно быть? Как минимум два. Как минимум два. Значит, и попытка уже не проходит. Уже две попытки. Процесс выяснения. Процесс выяснения. Ну, а почему это спор? Процесс выяснения. Вот я это, вы добавляете вот это, а вы еще вот это. И почему это? Исходные данные. Потому что все разные. Почему исходные данные у всех разные? Один, значит, с Луны взял, другой с Маркса, третьей земли. Почему исходные данные у всех родных? Непонятно. Если одна задача. Я иногда думаю, какой я умный. Страшное дело, я такие вещи знаю. Я хоть знаю, что я не такой умный. Но иногда так вот послушаешь, кажется, как это здорово. И вы тоже оцените, как здорово, потому что спор это просто разногласие. Я глашу одно, а вы другое. Правильно? Разногласие. Вот мы с вами спорим. Вы одно скажете, а другое. Ну я другое, а другое. Вы меня переговорите, правильно? Потому что вы молодой, здоровый, и я сейчас буду говорить, а вы все время другое. Это будет конфликт у нас? Вы говорите, что спор это разногласие? Да. Я глашу одно, а вы другое. И так вот пока на свое время не стечет, а потом не разогласие. Не всякое разногласие это спор. Всякое разногласие это спор. Не, не всякое. Потому что это определение спора. У вас нет другого определения спора, что вы умерли. Нет, я не говорю, что у меня есть углубление. Ну раз нету, значит вы себя оторвали язык. Нет, это не совпадает. Ну раз у вас нет другого определения. А у меня есть определение спора-то разногласия. Да хоть. Ну я знаю, что земля квадратная и стоит на трех китах. Ну я с этим не согласен. И что? Это ничего не значит в науке, что кто-то с кем-то не согласен. Ради кого-то спрашивают, кто с чем согласен. Вы согласны, что дважды двадцать четыре? Можете быть не согласны. Это не считается нарушением закона. Считайте, что дважды два три. Пожалуйста. Какие проблемы? То есть разногласия, разногласия это что такое? Это когда люди обсуждают какую-то проблему, высказывают разные суждения. И все это спор. Означает лишь спор-конфликт. Вот мы спорим, спорим, спорим. Потом снова встречаемся, опять спорим. Потом опять встречаемся и спорим. И так всю жизнь. Есть конфликт. Можно вопрос? Я с вами не согласен. Прекрасно. Я с вами не согласен. Я с вами не спорю. Как же вы не спорите? Как же вы не спорите? Вы попросили, можно я? Я опять свое. Я свое, вы свое. Это и есть спор. Такой вид спора. Я с вами не спорю. Просто вы не правы, а я прав. Правильно? И с вами я не спорю. Особенно на экзамен я с вами не буду спорить. Раз, и оценку поставил. Или зачет, или не зачет. Вот там уже не будет спора. Это точно. Это я вам гарантирую. Сейчас-то как раз милое дело. Никаких зачетов еще до него, как до неба. Потом и вовсе не следует из того, что человек спорит, что он будет хуже сдавать. Он лучше будет сдавать. Одни спорят, разбираются. Другие не спорят, не разбираются. Это как я должен? Отрицательно относиться к спору или положительно? Положительно. А скажите, вы, допустим, говорите дважды два-четыре. Допустим. Я не согласен. И ничего более я не говорю. И не говорите. Разве это спор? Нет, это пустая потрата времени. То есть вы ничего не знаете. Ничего не знаете. Говорит, я ничего об этом не знаю, ничего не занимая. Никакую позицию. Дайте мне слово. Я дал вам слово. И вы сказали. Пустота. В том случае, если я сказал, что я не согласен, и ничего не знаю, это не спор. То есть нельзя. Почему не спор? Раз вы не согласны, а вы человек авторитетный, такой видный ученый, не согласен со мной. Это уже спор. Правда? Вы тут авторитет в группе. Я-то тут никто. Вы раз и ушел, а вы тут постоянно присутствуете. Вы сразу меня раз подсекли, что вы не согласны. Сейчас сразу задумались. Но это-то уйдет преподавателя, нам вот, вам не жить. А вы какой мощный. Вы точно выиграете у меня в случае борьбы физической. Значит, это разногласия. Но нам сейчас важно, у нас не отделение разногласий и не отделение споров, а отделение конфликтологии. Так? Но почему нам об этом надо сказать? Потому что у нас в законодательстве, наши доблестные законодатели так сделали, что понятие конфликта исчезло. Раньше в свое время были забастовки. И никогда они в законе не фигурировали. Потому что к Ленину однажды пришли по поводу забастовок. Вот там выставали рабочие. Ну так, наверное, мы что-то делаем неправильно. Так надо пойти и исправить. А если мы делаем правильно, так надо пойти и объяснить. Что мы делаем правильно, так пойдите и объясните тогда. То есть почти все советское время никаких запретов на забастовки и никаких законов о регулировании забастовок не было. Но в Ельцинские времена впервые появился, как наступила свобода, появился закон. А закон о порядке разрешения коллективных трудовых споров, конфликтов. Он, можно сказать, заложил основу появления таких отделений конфликтологии. Ну вы знаете, что был еще один доблестный у нас президент Ельцин России уже, который умудрился в 90-м году 12 июня уничтожить Советский Союз. Поскольку 12 июня 90-го года было принято решение о чем? О том, что на территории, на съезде народных депутатов России, на территории России союзные законы не действуют. Ну раз не действуют союзные законы, а союз нерушимый Республик Свободных сплотили на веки Великая Русь. Все, на Руси уже нету этих союзных законов. Тогда и братские республики, или, можно сказать, руководители этих республик, уже в июле 90-го года тоже прогласили, что на территории Белоруссии верховенство законов Белоруссии, на территории Украины, верховенство законов Украины. В 90-м году, следовательно, уже не стало Советского Союза, де-факто. А для того, чтобы это все как-то красиво обставить де Йора, еще один сделали бесконфликтный референдум, который был в 1991 году, 17 марта. И 17 марта народ, который не любит дочитывать до конца, и даже спорить, вот вы со мной спорите, это хорошо. А он даже не считал, что там хоть написано. А там что было написано в этой самой вопросе на референдуме, кто не знает? Это не против мира, что это союзный, суверенный. Да, какой заобновленный союз советских социалистических республик, как союз суверенных государств. Что такое суверенный, знаете? Абсолютно независимо. То есть это СНГ или ССГ, как в свое время Горбачев писал Конституцию, писал, разрабатывал, что он будет Конституцией ССГ. Но это пустое было дело, потому что если это суверенное государство, то вы что хотите, принимайте, вот вы все, так сказать, вот мы все с вами одно, государство, которое соцветит из суверенных государств. У нас такой союз ССГ, как СНГ сейчас есть. Это тоже самое синоним. Ну вот вы приняли, а я нет, не согласен. Ну не согласен, вот вы со мной как раз не согласны. Ну и делайте, как вы считаете нужным. Я никаких рычагов не имею. То есть 90-го года не существует. И вот, говорит, давайте праздновать 12 июня. Так праздновать или надо печальные повязки какие-то взять? В чем радость состоит 12 июня? В том, что уничтожили Советский Союз? Поэтому нам приходится разбираться в понятиях обязательно. Мы на философии занимались с вами, разбирались с понятиями. В конфликтологии тоже надо добраться с понятиями. Так вот при Горбачеве слово конфликты, которое было в сколочках, выкинули. И у нас в законодательстве нет конфликтов. Вы живете в обществе, где конфликтов нет. Ну для юристов нет. Правда, в суд ходят, там судиться, рядиться. Но конфликтов как бы нет. У социально-трудовых нет конфликтов. И во всем законодательстве получается только спорят люди. Поэтому надо разобраться, что есть спор, а что конфликт. Ну мы на этом еще будем останавливаться. А сейчас я немножко забегаю вперед. У нас сегодня первая лекция, как бы вводная. Конфликт — это противоречие. Мы с вами изучали противоречие? В свое время. На философии, чего нет? Философии сдавали мне, вы экзамен. Все, говорит, я в хорошую оценку поставил, а вы где нет? Не знаете, что такое противоречие. Я потребую отменить эти результаты экзамена. Будет у нас конфликт. И я смогу победить в этом конфликте. Вы знаете почему? Догадываетесь. Ну вот. Вы можете обороловаться, конечно, раз создадут комиссию, из кого? Из ваших друзей или из моих? Они скажут, что Михаил Васильевич, редкостный либерализм гнилый вы проявили давно, но надо было выгнать этого товарища. А вы поставили ему, так сказать, всего лишь недочет и так далее. Так что такое конфликт? Конфликт — это обострившиеся противоречия. Тут у нас с вами противоречия. Вы одно, я другое. Вы одно, я другое. У нас с вами противоречия. Конфликт есть у нас с вами? Нет, я же вас не отнимаю в бутылку. А то я начну отнимать. Тогда может быть конфликт. Вы меня можете истукнуть. А потом напишите, потому что он хотел меня задушить. И вот, ну как, что значит обострившиеся? Обострившиеся до такой степени, что сила аргументов заменяется аргументами силы. То есть когда конфликт, это когда мы с вами спорим, никакого конфликта нет. Это же полезно. Вы поговорите одно, я другое, а мы друг друга пытаемся убедить. А вот когда я беру бутылку и бью этой бутылкой по голове, то это вообще нарушение. Это вообще что? Это, значит, человек, вы меня довели, и я вас раз по голове. Это уже что? Это применение силы. Вместо аргумента. Это аргумент силы. Вот сейчас пенсионная реформа. Все знают, что больше 85% населения против этой реформы. Все знают. Потому что цифры такие, варьируются от 85% до 95%. Но меньше 85% никто не говорит. И президент говорит, я знаю, что это людям не нравится. А что такое закон? Вот у нас уже в первом чтении реформа принята. Но поскольку мне приходилось проводить закон в Думе, в том числе закон о Трудовом кодексе, чтобы узнали, на первом этапе, в первом чтении определяется из всех возможных вариантов, какие предложены этого закона, какой взять за основу. Ничего другого не предложено, кроме никем. Ни КПРФ не предложила. Что, скажем, увеличить, допустим, пенсию. Или уменьшить трудовой стаж. Это никто не предложил. Позитивную роль в смысле того, что что-то выдвигает. Сыграла только кто? Единая Россия. Единая Россия и предложила. Ну, в соответствии с чьими интересами? Вашими или со своими? А чьи интересы выражает Единая Россия? Что значит правительство? Ну, это слабо слишком правительство. Правительство чьи интересы выражает? Правящего класса. Правящего? Какой у нас правящий класс? Крестьяне. Рабочие. Какие еще есть варианты? Буржуазия. Ну, так вот, в буржуазии проводят. Так, а что такое закон? Закон можно не выполнять или обязательно надо выполнять? Нет, это не обязается. А? Можно не выполнять, но у меня, вот как я вот собирался, ну, я поостерегся, потому что он все равно моложе и сильнее. Для меня это опасно. Ну, то есть, это как будет? Это будет принудеет, принуждение людей. Так ведь? Это, если кто не будет выполнять закон, его будут наказывать. То есть, никакой дискуссии не было. Во-первых, никто ее не объявлял. Что такое было, что сидели представители профсоюзов, как, скажем, представители трудящихся, а на другой стороне представители работодателей. У нас даже есть трехсторонняя комиссия, в которой встречаются представители с одной стороной работодателей, с другой стороной профсоюзов, и государство, которое как бы третья сила, хотя она на самом деле всякое правительство, но представитель правящего класса. То есть, у представителей буржуазии два представителя, непосредственно само буржуазия, и правительство. Ну, а у трудящихся один представитель. И точно не факт, что он представитель трудящихся. Почему не факт? Закладываю. Товарищ Исаев, эту фамилию запомните, товарищ Исаев в свое время выступал с антирабочим проектом Трудового кодекса, проектом 8, и этот его проект провалился, я поэтому хорошо эту фигуру запомнил, Андрей Исаев. Второй раз вы его слышали, когда он дебош учинил в самолете. Третий раз вы его слышали снова, потому что он доклад делал об этой реформе, именно Исаев. А кто такой Исаев? Он заместитель руководителя фракции Единой России в Государственной Думе. Но он одновременно заместитель Шмакова, то есть заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России. Вот если, скажем, вы себе представляете, как мне надо изображать, что профсоюзы это приводные ремни от партии к массам, так вот товарищ Исаев у него, он приводной ремень от партии Единой России прямо к Трудящимся. Вот он выступает, предлагает это все, выступает. И самое такое, можно сказать, гнусное выступление было у него в Думе. И он же в это время на посту заместителя председателя Федерации независимых профсоюзов, то есть самого большого профсоюзного объединения, больше у нас нет. И это профсоюзное объединение, это против, вы не обратили внимания, вот ходил Шмаков, говорил, мы против этой реформы, вы против, а ваш зам выступает в Думе с предложением этой реформы. У вас как? Вот так, со всеми надо дружить, с трудящимися, потому что, так сказать, мы сидим на постах как представители трудящихся, а с начальством, потому что начальство надо уважать, иначе начальство будет тебя давить. Короче говоря, вот вам картина этого конфликта. Почему конфликта? Потому что правительство, зная, что против, и правительство, и президент, на сегодняшний день знают, что народ против. Знают или не знают? Знают, прекрасно. И говорили сами, что знают. И приводили данные, что знают. Но все равно нужно решать. Вроде как, знаете, хирурги, что вот, ну надо резать. И мне один товарищ, у меня такой был эпизод, когда меня пригласили проводить занятия для представителей президента в ельцинские времена. У нас такой вот есть кафедра политической психологии в университете. И вот заведующий кафедр меня пригласил, говорит, Михалыч, приезжай, там мы вас обедом накормим, и заодно побеседуйте с 11 представителями президента в разных областях. Они там в рубашечках тренируются. Ну им нужно было как тренироваться. Ну кто-то должен быть у них противник. Вот я был у них как бы противник, партнер. И записывают на телевидение, и потом просматривают, что из этого получается. И вот один такой выходит, представитель президента. «Россия лежит на операционном столе, но нужно резать». Ну примерно как сейчас, вот примерно такой же, дескать, все это трудно, тяжело будет людям. Умирать будут? Ну что делать? Не отбирать же у богатых. Они же сильные. Отберем у слабых. Вот если я у вас буду отбирать, это не то, что у него отобрать. У вас я отберу, и вы скажете, как нехорошо. А он сразу вот нальет полную бутылку, и тоже будет по голове. Еще невестно, чем это дело кончится. Я поэтому с ним только спорю. В конфликт не вступаю. А я отвечаю этим, товарищ. «Россия на операционном столе, и вот входит мясник в грязном фартуке. Берет ржавый нож и говорит, ну надо резать. А другой тоже приходит. У меня есть, я говорю, ну что вы собираетесь делать в области экономики? У меня есть целый пакет всяких экономических реформ. Я говорю, а что в пакете? И все, он посыпался. Потому что человек знает два слова, а третий уже у него нету. Я им раздал свои книги, объяснил, что вы нужны будете при всяком строе, умеющий управлять. Они успокоились, мы мирно расстались. И меня покормили обедом. Так что у меня самые теплые воспоминания от представителей президента. Значит, вот ситуация. Значит, поскольку речь идет о законе, то есть, о законе это какая норма? Такая норма, которая предполагает защиту силой государства. То есть вся сила государства будет направлена на то, чтобы это осуществить. Сейчас только прикидку сделали. Первая была прикидка такая, что давайте женщинам на 8 лет, это про вас подумали все-таки, позаботились на женщинах. Любовь к женщинам выражается о том, что им на 8 лет продлили. Пусть они дольше работают. На работе как-то они смотрятся лучше. Даже есть анекдот про то, что сидят два мужика, выпивают, их спрашивают, а где женщина, которая с вами была. А, говорит, народ, а народ в поле. И тут что-то вот в этом роде хотят завыношить, чтобы, так сказать. Но не прошло. Владимир Владимирович заступник, народный заступился. Ты сказал, нет, нет, женщинам тоже на 5 лет повысим. Только на 5. И вот я как человек темный стал считать. Никто о ней меня не проинформирует. Сколько у нас сейчас средняя пенсия в месяц? Нет, у вас сейчас вообще. Посмотрите, а, в интернете. Сколько средняя пенсия? По мне, мне кажется, около 14 тысяч. А? Сколько? 7,5? Ну, это безобразие. Что вы творите вообще такое? 7,5? Ну, хорошо, 7,5. 7,5 тысяч. Значит, сколько же отнимут у людей? Поскольку на 5 лет, еще на 5 лет им продлят это удовольствие работать в старом, в пожилом возрасте. Вот когда у тебя уже начинает то болеть, это болеть, есть внуки и так далее, недовнуков, давайте, работайте. Значит, сколько в году у нас месяцев? 12. Так, а значит, один месяц в отпуск. Значит, 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 мы отпуск не берем, хотя отпуск мы и тоже платили. Так, ну вот, значит, 7,5 получать же будет. А, так что надо брать? 12 надо брать. 12 по 7,5. Ну, 7. А? Триста пятьдесят тысячи за пять лет. То есть у вас забирают 350 тысяч и говорят, зато вам тысячи будет прибавлено. Причем тысячи будут, как вот сейчас уже видно, это с учетом индексации. А индексация – это возвращение того, что отняли. Все время с помощью инфляции у вас отнимают деньги. То есть на самом деле 500 рублей. То есть у вас хотят отнять 350 тысяч. И у мужчин тоже 350 тысяч. И говорят, ну, вот теперь заживем. Ну, теперь будет хорошо. О чем это говорит? Вот такой подход, который продемонстрировали и правительство, и президент. Что они показали? Что люди, которые представляют буржуазный класс, они могут пойти против буржуазного класса, как вы считаете? Вот вы были бы представителем буржуазии. Пошли бы вы против буржуазии? Нет? Ну так, а что вы хотите от президента, от правительства? Это нормально. Только некоторые у нас есть деятели, левые, так сказать. Вот КПРФ выдвигало кандидатов в президенты. Ну, что должен будет делать кандидат в президенты России, если бы его избрали? У нас какой строй? Капитализм. Значит, он должен заботиться об интересах капиталистов в первую очередь, а по всех остальных во второй в первую очередь, он о всех заботится, и о вас позаботится. Вам 7,5, а вам 7,5 миллиардов, а вам 7,5 тысяч. Сколько у нас сейчас получают члены правления, допустим, Роснефти, как вы думаете, в месяц? Месячный будет 40. Да ладно, ничего. Нет, 28. Не надо очернять нашу капиталистическую действительность. 28 миллионов. 24 миллиона получают члены правления Сбербанка. Члены правления Сбербанка. Оттуда все старушки несут денежки. Откуда эти деньги берутся-то? Ну как, а я еще объясню откуда, потому что вот эти денежки дают все в кредит под проценты. Какие? Ну не под те проценты, которые дают этим старушкам. Вот у меня, например, есть тоже счет Сбербанки. У меня там лежит, открою страшную финансовую тайну, пусть знают, пусть подслушивают. 40 тысяч. И мне там написан процент. 0,01% мне платить будут. То есть я как бы капиталист тоже. Лежит 40 тысяч. И все время десятая процента. Значит каждый год выскакивает. А дать под какой процент? Отдают они там. Вам нужно 15%? Давайте, берите кредит, дешевый кредит, берите. То есть со всех собрать и выдавать кредит. И в этом состоит деятельность Сбербанка. Потому что нашу промышленность не кредитуют. Привожу я вам пример. Очень актуальный. Есть у нас, вы знаете, что станкостроение при Ельцине было разрушено почти полностью. И станков не стало. А мы имели прекрасные станки, в том числе Ивановского завода, обрабатывающие центры. Все это порушено. Вот, скажем, у нас на набережной Свердлова был завод имени Свердлова. На экспорт выпускал статьи. А у Кантемировского моста был завод Ильич. Я там лекция считал. На этом заводе он делал станки. Теперь прохожу, смотрю, дом такой большой. И сверху с золотом написано. Ильич, думаю, вот дают. Вы зародили, что ли? А это бизнес-центр. То есть бумажки пишут. Бумажки пишут, где взять станки. Ну вот, тем не менее, есть такие люди у нас в России. Они всегда бывают и будут. Которые и в этих условиях, в тяжелых, они создали завод хороший. Хозяином этого завода является товарищ Недорослив. И он является и директором. У него есть компаньон, у которого 40% капитала, у этого 60%. И они делают такие на мировом уровне прекрасные станки. Но, он говорит, это вот мы 10% обеспечиваем потребности. Мы можем и больше выпускать. Но нам не получить кредит ни на вложения. Ну, чтобы, по-сказому, какой проект осуществить очередной. Ни оборотных средств у нас не хватает. Единственное спасение, это то, что у нас есть единственное промышленное министерство. Министерство промышленности и торговли. Его Денис Мантуров возглавляет, который действительно занимается производством. И вот в этом самом министерстве создан фонд поддержки промышленности, который можно получить под 5%. А если, говорит, вы сунетесь куда-нибудь в какой-нибудь банк, ну, считайте, ставка ключевая 7,25, из которой коммерческие банки, по которой коммерческие банки берут из Центробанка, прибавляет свои 7. Скоро получается 14,25. Вот таких норм прибыли не бывает в российской экономике, и в американской не бывает. Поэтому в Америке все думают, передвинуть нам ключевую ставку ближе к 2, или не передвинуть, у них 1,75. 1,75%, а у нас? А у нас 7,25. 7,25. Итого 14. И, как доказывает нам руководитель Центробанка, что мы это не снизим. А вот 4% инфляции, они закладывают, чтобы у вас забирать деньги. Вот если вы сипендию получаете, вот 4% у вас за год должны забрать. Не 4% не получается, потому что все время, постепенно это помесячно идет, поэтому 2% у вас заберут. А потом скажут, мы вам индексируем. Так, а вот мы вам вернем. Что вы нам вернете? Вы на Новый год делаете уровень такой, а старые денежки никто не вернет. Индексация, борьба за индексацию, это СИЗИФОВ труд. СИЗИФОВ, он закатывал камень наверх, а потом этот камень скатывался назад. Потом снова его закатывал. И так у нас весь народ этим занят. Он поднимает эти камни, а потом раз-раз-раз в течение года все это скатывается вниз. Потом снова говорит, индексация опять раз подняли. Потому что индексация, научное ее понятие в том, что это повышение заработной платы или доходов на тот уровень, который был год назад. То есть, если все время индексировать, то никогда жизнь не улучшится. Никогда. Вот задача. И вот правительство и президент пообещали нашим пенсионерам, что в вашей жизни никогда не улучшится. Потому что они все время будут индексировать пенсии. Но есть и другая проблема. Если до этого, скажем, трудящиеся понимали таким образом, что ну да, вот инфляция, и вот у нас уже зарплата в нынешнем году 92,5% от уровня 2013 года. А реальная. То есть, если вы пойдете с такими же деньгами, с таким же количеством в магазин, то вы в корзину положите уже 92,5% от того, что в нее можно было положить в 2013 году. А если взять не зарплаты, а доходы, это 90,5%. Это все цифры опубликованы в российской газете. То есть, у нас идет систематическое понижение жизни. При этом, количество времени, которое люди работают, все больше и больше, я уже вам проводил цифру, 48 уже часов. Это, я думаю, заниженная цифра. Есть такие у нас работы, где люди работают, пока не упадут. Если они не упадут сразу, то они просто вырабатываются и не доживают до пенсии. 10% женщин при нынешнем сроке не доживают до пенсии. 20% мужчин при нынешнем сроке не доживают до пенсии. При этом, начинают приводить люди, то ли они малограмотные, то ли они сознательные мошенники, начинают приводить цифры. Говорят, вот смотрите, а вот во Франции, вот там же больше лет до пенсии. А в Германии только больше лет. Но когда мы посмотрим, сколько во Франции, в Германии работает, то количество часов, отработанных российскими работниками, выше, чем в Германии, чем во Франции, за то время, которое есть. Можно еще время уменьшить. Меньше жить, больше работать. Можно еще меньше жить, больше работать. Вот не хотите много отдыхать в неделю. Вот смотрите, 24 часа в сутках, да? Работаете 2 по 20, будет 40. Остальные все выходные дни у вас в неделю. Хорошо же. То есть сколько выходных, то было 5. Хотите 5 выходных? Ну это будет, как говорят, будет жить тяжело, но недолго зато. То есть, это известные данные. Их все приводили, их все знают, что наши российские трудящиеся работают больше, чем в Германии, чем во Франции. А теперь они, вот вы же посчитали, если вот эта реформа осуществится, она осуществится, ну будет 82 тысячи. А много будет. А не так, просто больше мы работаем. У них, скажем, 72 тысячи, а у нас 76 тысяч. А будет 82 или чуть меньше. То есть вот картина, которая складывается. И люди уже думают, и что будет с продолжительностью жизни. Ну, во-первых, будет, женщины будут умирать в 20 процентов, уже не доживать до пенсии, а мужчины не будут доживать до пенсии 40 процентов. Все это уже посчитано. Все это знают. Никто это не опровергает. Но мы же говорим, что какие спор идет. Это конфликт. То есть одна из сторон применяет силу. То есть сила государства. У нас мощное государство. У нас все есть. У нас есть прокуратура. У нас есть МВД. У нас есть Следственный комитет. У нас есть Розогвардия. Что вы так грустно смотрите? Недовольный с законом? У нас с недовольным с законом. Короткий разговор. Конечно, слабая, потому что у нас не применяют новую технику. Все эти разговоры пустые. О том, что мы создадим 25 миллионов высокопроизводительных рабочих мест. Это указ был такой президент. Абсолютно не выполняется. То есть кто не умеет выполнять свои указы? Президент. Указ есть, а он не выполняется. Есть закон о стратегическом планировании? Есть. А есть стратегическое планирование? Нет. А в чем дело? А вот Улюкаев, который сейчас сидит в тюрьме, договорился о том, чтобы заморозили пока выполнение этого закона. То есть Улюкаевщина у нас правит. Теперь дальше. В чем проблема вся этих самых пенсионных денег? Ну, если у вас будет производство развиваться, значит, больше будет зарплаты. А больше будет зарплаты, больше будут доходы. Больше будут доходы, налоги те же самые, дадут больше денег. Раз будут, дадут больше денег и нет проблемы с выплатой пенсии. Или начинает такую сказку рассказывать, к сожалению, эту сказку вот и президент рассказывает. Говорит, вот был один работник, а ему соответствовал один пенсионер, а сейчас одному работнику соответствует 1,7. А чего, пенсионеров только держат этот работник давайте еще я вам цифру надо у кого у нас рабочих в россии знаете зачем вы не знаете как он со мной спорить с ним невозможно спорить не знаю что что-то у него мысли есть какие-то потом хватит меня забрала еще выговорит материальные блага материальные блага у нас крестьян то нет а там сельскохозяйственные рабочие в деревне уже нет крестьян рабочие все все кто производит непосредственно материальные блага это рабочий ну да грубо если вы 27 миллионов значит если на 27 миллионов рабочих и если у нас 147 миллионов жителей жителей 144 я приписал приписал на что делает но не прибавляется но хоть припишу значит что тогда получается получается что один человек вырабатывает продукцию на пятерых на пятерых и значит пенсионеры они увидели что рабочий содержит пенсионера а то что он содержит олигархов он содержит тех людей которые получают по 30 миллионов тут который содержит миллиардеров он этого не увидел а почему он это не увидел вы хотите чтобы я вас не увидел я очень просто я от вас отворачиваюсь смотрю туда куда смотрит бургарное правительство и бургарный президент сторону интереса в бургарии искать и что это не нормально я скажу это нормально а как вы себе при вы думали что будет иначе социализма не будет и будут капиталисты заботятся о трудящихся но это смешно вот это то не должно вот удивлять 0 это другое что вот скажем наши коллеги друзья скажем российской коммунистической рабочей партии вывегали кандидатов храновщицу кандидатам президенты это надо сообразить было то есть вы хотите чтобы крановщица теперь душилы и давила рабочих потому что лишь наверное понимаете что президент кто кому подчиняется президенту буржуазии или буржуазия президенту президент буржуазии как еще может быть иначе это государство буржуазное в чем смысл то установление власть сейчас какая власть диктатура буржуазии как она обеспечивается путем буржуазой демократии вам демократию продемонстрировали вот там даже некоторые партии которые считают но все равно уже собрала единой россии мы можем спокойно здесь заниматься своей выборной кампании то есть скажем справедливой россии против выступила наш не выступал а за то чтобы сделать шести часовой рабочий день чтобы люди меньше работали чтобы повышалось производительность труда и власти нет ничего такого или думаете они не знают копались производительность мы многокрадно рассказывали том числе я и сказки тут никакого секрета нет что нужно для повышения производительность труда это известность древнейших времен нужно орудие труда совершенствовать орудия если вы их не совершенствуете она не повысится если я скажу вам давайте 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 быстрее делаете это будет интенсивность производства ли интенсивность труда это будет интенсивность труда надо ее отличать от интенсификации производства производства интенсифицируется когда уважается производительность труда для этого нужно что делать надо заменять старую технику ну вы старую тени на старую же заменять она новую поэтому если у вас ежегодно будет 10 процентов заменяться то этим самым вы значит 10 процентов старых замедите на 10 процентов новых на новый то производительнее то есть те же рабочие работают на более производительные техники больше получать больше получает выпускает продукции и что думаете заменяют и вы держи норм амортизации нигде не выдерживаются вот например директор и хозяин сестра резкого хлебозавода вместо десятилетнего срока амортизации написал 100 лет это что значит это значит никакой амортизации не проводить это значит то что надо было закладывать в изержки идет прибыль а прибыль куда идет оффшоры а потом путина медведев хотят из офшоров забрать как вы из офшоров заберете рыба этого плыла вы за хвост ее ловите а надо ее сетями а вы за хвост за хвост много не наловишь это раз второе как повышать производительность труда в сет вы не читают капитал маркса вот его продают у нас 1500 рублей том специально для буржуазии печатать буржуазия чтобы соображали как увеличить свой капитал чтобы увеличить капитал что нужно сделать нужно накоплять то есть вы произвели прибыль ну то есть не вы в вашем предприятии рабочий прибыль вам привозили 20 80 процентов отправьте на накопление то есть на эти деньги купите новые станки и посадите новых людей обученных работать на этих станках или переучите тех людей которые были здесь вместо того чтобы просто уволить вы поставите на более современные станки что вы получите вы получите прирост темпов экономического роста накопление сразу дает при повышении темпов экономического роста а дайте в корею они не танки делают вы не знаете сколько у нас старого нас отличные корабли и танки и танки уехали все металлолом они знают что с ним делать и мы и там делают между прочим сталь хорошего из нашего металлолома а металлолом нужен для того чтобы делать сталь без металлолома в известном объеме не сделаешь хорошей стали вот наш петра стали на кировском заводе не из одного чего на не сделай хорошие надо еще добавлять обязательно стать а мы взяли мы пойдем добывать снова руду из руды делать чего он а тут у нас готовая уже металлолом из которого можно быстро сделать так высококачественно а мы куда-то распродаем и распродавали вот все с от после советское время это была целая эпопея распродажа танки продавать оборудование снимают и продают 2 это значит то есть повысить темпы экономического роста не проблема третье для того чтобы повысить темпы экономического роста нужно иметь план на что на то что в рамках одной собственности у нас одна собственность может распространяться только на собственность одного капиталиста правильно или на общую собственность всех капиталистов от государственной собственности это чья собственность народные народные собственности вообще не бывает бывает общественные при социализме а это вот собственность государственная чья это собственность какого класса в государственном университете учитесь это какого государства собственность этот столб какого класса правильно скажите спасибо буржуазии что она вас здесь терпит буржуазии же ее же собственность ну а у нас государственный сектор стал 70 процентов сейчас 70 если 70 процентов это собственность буржуазии вы сделаете план на эти 70 процентов на другие то не надо делать там собственно другого правильно найти 100 процентов сделайте на 70 процентов нет этого плана и что получается получается госкапитализм то есть как бы государством это все пролежит но эти предприятия они где хотите получайте сырье чего хотите делайте и где хотите продавайте а можно мы себе сколько хотим зарплату сделаем тоже можно поэтому они в свое прибавочную стоимость получены от рабочих оформляет как зарплату и говорят я очень квалифицированный видите какой а пульфицирован я какие-то слова знаю вы этих слов не знаете я думаю мне надо платить 30 миллионов в месяц как вы считаете все товарищи одобрят я всем том что все товарищи одобрят хорошее предложение вот я пойду скажу сергей о чем мы тут обсуждали и в общем решением решили мне сделать 30 миллионов чем я хуже ну так и делает так и делают возьмите в любую крупную корпорацию не менее 20 миллионов члены про месяц получая а членов правления много но где 17 где 20 где больше спрашивается что труд вот руководителя корпорации член направлений он больше затрата рабочей силы составляет чем труд шахтера актер то сколько получает месяц 40 50 меньше ними ну как я вот я могу сделать больше затратить труда чем шахтера смотрите вот посмотрите на мою работу она не примерно такая как у руководителей этих корпораций то есть я подготовился лекции я могу готовить у нас его сидеть например в парке на свежем воде и готовится читать книгу дом вам рассказывать здесь вот я мы встретились приятно посмотреть это же не жаляги какие-то я же не от не сантехникум работы не синизатором это наоборот как хорошо и приятно и вы пришли всякие подтянутые умные молодые их как это нет это что я с от это умираю что лет такого общения или что со мной будет ну упаду я но только если споткнуть такого не бываешь его человек упал и вдруг он значит как бывает на производстве раз и свалился в чан где делают ткань то есть там идет пока варева раз ее растворился или подошла вот такой прической девушка к станку раз это все намотали нас искать снят еще обязательно одевайте боролся шапочку там на заводах то сразу вам скажу что обязательно все волосы спрячьтесь за страшное дело человек 1 стамповщик а за монотонная такая задача штамповать просто балал себе руку я однажды пришел на красный треугольник а там такой смотрю веселый человек работает так он стоит и пляшет все время всю смену хочу пляшет а он делает подошву подошву вырубается станут должен вырубить подошву него значит ответ на включает и тогда бывает так вот а нажимать он какой будет вот так сделано что вот пока он руки не уберет наверх который могу подсунуть под пресс вот пока он не уберет наверх он не включится то вот когда он уберет он бой нажимаем потом следующем подкладывает а спалят руками она тонара одно и то же делается 8 часов подряд завтра то же самое послезавтра и через год и вот он опять положит но поскольку люди понимают что у него сознание не может это выдержать он пока он на верхний положит сколько хочешь нажимай не сработает стану а бывают неполадки технические тогда срабатывает тогда уж ничего не пойдешь техники без опасности не бывает поэтому изучает технику безопасности здесь уже безопасность пишется вместе и сколько не изучай травматизм очень большой недавно российская газета поливала целый маркиролог то сказать сколько где кого умерло в какой отрасли рыбаки моряки станочники и так далее очень много так что еще нужно делать деньги нужны пожалуйста возьми сделайте как во всех странах во всех странах есть прогрессивные налогообложения и вот надо сказать может быть под давлением наших аргументов экономистов которые много на эту тему говорили стыдили говорили ну как так во всех странах есть прогрессивные налогообложения это что значит чем выше доход тем больше ставка налогов скажем советское время было 38 процентов минимальная зарплата не облагалась налогом а первый налог 12 процентов а у нас все 13 и таких других вот можете гордиться кроме россии других таких стран нет вот я вам зачитаю сверху вниз швеции максимальная ставка налогообложения 56,9 процент португалия 56,5 дания 55 то есть вы получили миллиард сколько надо отдать вот человек ему не жалко я потому что это вы получили миллиард а он просто посчитал белья 53 7 нам тоже не жалко пусть и бельгийские капиталисты отдают 53,7 процента нам то что но у них нет проблемы пенсионной реформы на какие тут могут проблемы денег в море и эти мы получили миллиард но вам если вы отдали 53,7 то есть вы 537 миллионов отдали и у вас между прочим 463 осталось миллиона это мало что ли а много по сравнению с вашей стипендии даже очень много в математике если вы понять о мало это когда стремится к нулю если поделить по отношению к другое величине вот у вас стипендии этого мало и по отношению к этим вещам Испания 52 Нидерланды Голландия 52 Финляндия есть там проблемы пенсионной 51 и 5 больше половины отдайте государству и все вы же бизнесмен но вы же бизнесмен так сказать социально признанный вас никто не запрещает вам заниматься бизнесом все все обеспечивает охрану границы престарелые дома до образования то 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 все делается отдайте не отдадите заберем то что это государство уже она же не спрашивает будете выдавать нибудь будете иначе будете в местах не столь отдаленных находиться вы будете трудиться тогда с вас маленькой будет налог браться это хотите маленький налог тут же сделаем вам франция 50 и три десятых вот они все-таки их дожали вот ушел оланд а вот при оланде было 56 8 а сейчас 50 и три десятых максимальный налог на доходы австрия только вот владимир мог бы он туда вот приехал туда он же был на свадьбе у замминистра иностранных дел в австрии мог бы и поинтересоваться тогда если он сам не знает этой цифры что там 50 а почему-то взял он 20 для примера давайте для примера возьмем 20 я все никак не могу добраться до стороны где 20 есть у нас-то 13 у нас 13 и для всех плоская плоская вообще больше нигде нет диска нет денег и вы не берете государство не берет деньги поэтому все деньги куда рекой уходят за границу вы что не знаете сколько можно перевести за границу чемоданов с миллионом долларов сколько хотите вот я иду чемоданом долларов по зеленых поэтому по красному коридору почему по красному потому что я декларацию составил вы имеете право спрашивать у меня куда я везу откуда тоже не имеете права декларация мы написал везу миллион долларов разными валютами в общей сумме эквивалентными миллиард миллион долларов пошел дальше еще это мелочь это мило тут же государство расписывается что вот ну не можем из содержать этих старушек старичку ну не можем и не можем дать им хотя бы с внуками понянчиться потому что это ведь удар против молодых вот так сказать молодые отец и матерью они не могут отцу и матери дать детей бабушкам дедушкам потому что бабушки и дедушки теперь работать будут еще плюс пять лет а потом значит они будут играться с внуками которым будет всем а уже всем лет бабушка дедушка не нужен никому я по себе знаю у меня как раз все вот от 5 и выше до ирландия 48 италия 47 и 9 плохая страна италия тоже дружим мы связал встретили так дружим и поинтересовались бы какая у них ставка подоходы налога германия нами ангела меркель подруга можно сказать наша партнер 50 40 ну спросили вы как же вы германии мучаетесь что у вас 47 и 5 а у нас всего 13 как вам такое удается а у нас такое могучее государство у него нет денег ни на что нет и денег если я ни разу что я возьму налоги так у меня нет денег великобритания слабенькая страна они сейчас сейчас вообще самая сильная страна это россия вы заметили потому что потому что считается что мы ставить можем президентов это во всем мире рассказывает даже люди низко не собрать что они рассказывают что вот мы там решаем все вопросы кого избрать великобритании мы там делаем всякие вещи и полей убираем запросто которые никому не нужны которые в свое время их выслали отсюда ну кому не нужны на а потом вот там вдруг появляется еще пара которые то умерли в флакончик леткой достали где-то но эти но никак уже там не припишешь фсб ну никак до крыли говорит они 45 45 процентов доход налог так ну не нравится вам великобритания соединенные штаты америки вы можете с ними сколько угодно спорить но у них есть на пенсию они к ней ведь рассказывают такую что нам не хватает на пенсию ну что это такое сколько шаг 33 процента не дотягивает до советского союза 5 процентов всего там 38 было а конечно можно пусть надо еще увеличить пенсионный возраст и вот доходим до грузии он нашли мыла вот владимир решил имя грузинский вариант взять дует примеру горит 20 процентов возьмем подоходного 20 процента будет только на шесть дней во первых непонятно как вы так считали потому что если вот максимальный 20 не значит что предыдущий 19 может предыдущий будет 2 то есть какие траектории то уплаты налога потом этой задачи решается очень просто вам нужно получить столько до триллионов ну вы посчитайте какая должна быть ставка дохода какой величины и потом покажите ее и скажите что это очень накладно а чего накладного у нас вы каждый день мы читаем собираются эти самые банкировать сегодняшний газете я прочитал собрал девять с половиной миллиардов и у передвинул а я скачете денежки в разные там компании в однодневке до единственный способ сохранить то есть они были жуликами а санкции жуликами но если их или деньги взяли они уже менее бешеные такие потому что когда человек видит так много денег он идет на любые преступления ради увеличения это написано известно россии 13 одна тут одна россия она выше всех я уже меньше я меньше грузии не смотрел меньше грузии осмотрел только россию ну у вас есть крупные государства и всех перечислил это германия великобритания соединенные штаты америки и франции этого хватит все остальное можно было сказать но это маленькая да но эти то не маленькие все крупнее это советский союз был 300 миллионов а сейчас у нас 140 я сказал 147 сразу меня попали для на вырос сказал будет может быть что еще нужно сделать казалось бы только видно из этого вот из телеобращения что владимир владимирович бедный не надеется на рост нашей экономики ничего не предполагается ничего не предпринимается и слушает что ему наговорят из этого финансово-экономического блока финансово-экономический блок как диван неоднократно подчеркивал советник президента той академии гладиев работает в интересах иностранных государств сильная россия иностранным государством не нужно это и пусть она вот со своим этим самым налогом в 13 процентов существует поэтому никто в этом не заботится то есть никакие простые таскать решения необходимые которые предпринять для этого амортизацию сделать это что эта проблема эта новость какая-то в науке экономической для этого уже у всех написано 100 лет назад 200 лет назад сначала написано накопление в смысла к смысл капитализма в чем чтобы накапливать вот вы произвели такую сумму прибавочные стоимости получили ну вот частью отправьте на расширение своего капитала это и есть капиталистическое накопление каждый кто изучал политэкономию капитализма во всех вариантах знает что так идет разбитие капиталистической компании любой любой вот крупной компании возьмите любую мировую компанию который большие богатство как она добилась этого вот потому что она часть прибыли отправляет если вы всю прибыль отправляете на яхты корабли на прогулки на пьянке я не знаю что еще или просто туда выводят и там за границей складывают а сейчас наши капиталисты обнаружили что это пустое дело потому что вы туда отвезли здесь вас могут посадить в тюрьму если вы смахинировали а там у вас не заберут вас просто арестует вы вывезли там 13 миллиардов долларов говорит это ваше но происходение не непонятная ваша все-таки странно как студентка это получила 13 миллиардов долларов то есть вы имеете право страна поэтому его забрать у вас не не имеем права ну просто арестую что значит арестую то есть вы не можете ими пользоваться а кто может им пользоваться а вот банк то уложили вот этот банк будет давать мне а я буду с процентами отдавать потом она возьмет поэтому он поэтому он этот вам будет обогащаться за счет ваших денег а ваши девушки что они ихленный они сохраняются тем более они не увеличиваются. Они так вот там и валяются. И вот всех уже реально поставили. И всем уже сказали, что мы будем заниматься сейчас нашими бизнесменами российскими. А что они туда вот заложили? А нет ли у вас там, а у вас все ли там честное происхождение? А честного происхождения вообще нет ни у каких капиталов на самом деле. Почему? Потому что первоначальное накопление всегда связано с каким-нибудь жульничеством. Поэтому у нас в свое время был объявлен Владимир Владимировичем что? Было объявлено амнистия капиталов. А что значит амнистия капиталов? А что капиталы разве преступниками могут быть? Капиталы-то не могут быть, только капиталисты могут быть. Ну тогда амнистия капиталистов. Пять лет назад отсчитываем и не спрашиваем, откуда у вас такие деньги? На что вы это купили свою книжечку? Не спрашиваем. Не спрашиваем. Но вот если это вот телефон вы купили уже в течение этих пяти лет, так можете объяснить? Спросите меня, а вы отнесу миллион долларов в чемодане, я прохожу мимо вот этой самой таможенной службы. Спросите, откуда у меня? Потому что таможенники предлагают, вот в российской газете говорят, давайте будем как-то выяснять происхождение. Ну спросите, откуда у меня деньги? Бабушка подарила мне. И пошел дальше. Какое ваше дело? Ну личные, ну личные, ну личные. Да, пять таких чемоданов вывезено позапрошлом году. А обратно три привезли. Ну это другие люди, другое везли. Может на выбранную компанию. Чем хороши наличные деньги? Ничего, их как бы и нету, их они во всем проявляются. Вот скажем, есть Навальный, у него везде что бы. Это на какие деньги? Вот, например, какая у нас тут картина в этом отношении. Есть такой губернатор бывшей Сахалина, который попал в тюрьму, потому что он пойман был на взятках. И нашли у него дома 1 миллиард 800 миллионов денег. И он написал, хорошая у него фамилия, написал Конституционный суд. Говорит, в нашей стране, по нашей Конституции не принято спрашивать, откуда деньги. Вот вы по эпизодам, у вас записано в деле 660 миллионов взяток. Вот и забирайте, а остальное отдавайте. 1 миллиард 800, отнять 660, получается 1 миллиард 140 миллионов денег. Отдайте мне. И что вы думаете, делал Конституционный суд? Он подумал, подумал. Так у нас в Конституции написано. Нельзя спрашивать, откуда у вас деньги на такое вот питье. У студента должны были вымирать уже при таких стипендиях. Вы еще живете, это подозрительно. Еще и покупаете богатство такие. Ахова написано, перевожу, вода. То есть с иностранным названием, а дальше расшифровано. Еще с соками, ооо, надо проверить. Вот. И что вы думаете, делал Конституционный суд? Написал, что мы рекомендуем прислушаться Верховному суду. А Верховный суд, если бы было решение Конституционного суда, оно обязательно к выполнению, а рекомендационно. И не отдал. И другой вот человек мучается сейчас, этот полковник Захарченко, который 80 миллиардов у него нашли. У вас дома нет 8 миллиардов? 8 миллиардов дома. У вас только 7. 8 миллиардов. Прямо уже готовы и так в чуках. Может быть так и везли на выборную компанию. А он говорит, никому не рассказывать, откуда деньги. Ну, вы говорите, нашли у меня деньги? Это вы нашли клад. Возьмите 25 процентов. Остальное мои. Ну, что-то не прислушались. Вот до чего эти репрессивные у нас аппараты ужасные. Не прислушались к нему. И вот в таком же. И товарищ Улюка его оставят. Кроме тех денежек, которые он там взятку давал, получил еще. Вот это все заберут. А остальное происхождение чего, так и не известно. Там золото, серебришко, там, ну, какие-то участки. 24 участка у него. А что вы считаете? Ну, надоело на одном участке, на второе пошел. Может, он их все обрабатывает, трудит, трудящийся. 24 участка. Ну, и дома у него, машины, конечно. На одной ты что? Каждый день едет на одной и той же. Скучище. Чувствую, я здесь вот народ еще не знает настоящей жизни. Родной. Соберут их вот. Только конфликтовать вот хоть и хотят. И изучать, что такое конфликт. Опасные люди. Короче говоря, есть у нас в России все необходимое. Есть квалифицированные люди. Есть Академия наук, которая бы сделала бы этот план прекрасный. У этой Академии наук отобрало нынешнее правительство и руководство, отобрало институты. Если мне нужна бумага, я иду теперь к руководителю ФАНО, который заграбатывал все институты. Это Федеральное агентство научных организаций. Дайте бумажки. Мне нужно написать научную работу. Она говорит, не дам, вечно вы бродите, ходите как нищие. Мы вам платим зарплату, идите отсюда и все. Вот в таком случае. То есть вместо того, чтобы Академии вы используете, чтобы составить план на эти 70%. Но на 30-е то не составляйте там частные капиталисты. Но они хотят получить государственный заказ. А если у вас план есть, в соответствии с планом даете им государственный заказ, есть такие капиталисты, которые отказываются от государственных заказов? Нету, потому что это гарантированное бюджетное финансирование. Правильно? Кто откажется? Ну нет ни того, ни другого. не хотят и не умеют работать и управлять экономикой. Потому что у них в учителях Чубайс, который умеет рассаскивать только то, что собрано на куски разделять. И другие. Кудрин, конечно, создал Центр статистического планирования. Ходил и доказывал, что вот только поднять нашу экономику можно только отобрав у пенсионеров часть денег. Вот и все. На тебе сошелся клином белый свет. На пенсионере. Он нас должен спасти. Потому что один рабочий работает, не содержит пенсионера. А всех остальных он не содержит в вас. Все государство, всю науку, всю культуру, все образование, всю медицину, все искусство, театры. Все содержит рабочий. Потому что сначала получается продукт, потом делится на две части. Необходимый продукт идет рабочему. Он не сильно растет, а только падает. И прибавочный продукт. Из этого прибавочного продукта и отчисления в пенсионные фонды. Это же не рабочие идет. Некоторые из тех умирают, за которых отчислили. Потом государство, что вообще признано, 30% за 30% работников не получают пенсионные отчисления. То есть предприниматели, работодатели скрывают эти законы. И что делают? А вот платят вам в конвертах на 10 рублей, а себе на 10 рублей больше, а себе на 90 больше. И так далее. То есть уплата в конвертах означает, что никакие налоги они вообще не платят. Нисколько процентов за этих работников. Подоходных не платят, и все. Еще вскрылась в ходе обсуждения пенсионной реформы интересная такая вещь, за которой не додумаешься. Вот я не додумался, и вы не додумаетесь. Значит, если работники получают до 90 тысяч рублей, за них в пенсионный фонд отчисляется 22%. А если больше 90 тысяч получают в год, то за них отчисляется 10%. То есть у нас не прогрессивная шкала, а регрессивная шкала есть. За меня отчисляют 22 университета. Потому что у меня 53 тысячи зарплата. Нет, это, там, месяц, месяц, не в год, я сказал. В месяц имеется в виду зарплата. Нет, 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 в месяц, в месяц, в месяц. 90 тысяч месяцев. Кто получает 90 тысяч в месяц, вот за них платится 22%. А дальше? А дальше в два раза меньше. 10. Ну, это можно в год, а можно сделать на месяц. Это все равно. Ну, это можно брать на месяц цифра, можно брать на год. Это не имеет значения. То есть картина такая, что мы видим. Вот конфликт. Одна сторона этого конфликта предприняла действие, которое не называется обсуждение. Потому что эти слова сопровождаются насилием. Это же закон. Закон это то, что исполняется, независимо от того, согласны, вы с этим не согласны. Можете обсуждать все хотите. Можете референдум проводить, можете выступать. Пожалуйста, собирайтесь в парках, на площадях, пойте, сучите, гремите, кричите, что хотите. Уже закон в первом чтении принят, теперь только поправки. И, скажем, президент у нас по нашей системе законодательства может издавать только указы. А указы, ну или вносить поправки. А что выше, закон или указ президента? Закон выше. Потому что сначала идет конституция, потом идут конституционные законы, две трети надо федерального собрания, чтобы проголосовалось, чтобы их принять. Потом идут федеральные законы, после них указы президента, потом постановления правительства. Это вот нормативные акты все. Вот за которые, за невыполнение которых применяются меры государственного принуждения. Значит, президент в это не может отменить. Люди говорят, что скажет президенту и что бы он ни сказал. Он не может отменить решение Думы. Нет у него таких прав. Нету. Другое дело, что вот закон, скажем, если он прошел бы через Думу, а президент был бы против, партии, он может что сделать? Не подписать. И что? А тогда если собираются две палаты, и две эти палаты, принимая двумя третями голосов решения, тогда он обязан подписать. То есть ничего против Думы президент сделать не может. И не может и не будет. Потому что он и создатель этой партии «Единая Россия», он и ее единственный из установителей. Раньше была такая комичная ситуация, когда руководителем этой партии был человек, не состоящий в партии, Владимир Владимирович. Как бы он лидер был партии, но в партию не входил. Это как бы я вот создаю такую партию, и я бегу сбежать впереди так быстро, что вы меня не можете догнать. А поэтому я в партии не состою. То есть лидер партии, не состоящий в партии. Это очень смешно. Но сейчас не так. Сейчас есть руководитель, товарищ Медведев. Партия имеет две трети голосов в Думе. Поэтому она в состоянии, все что вы говорите, все что хотите. Это как вот у нас с вами. Говорите все что хотите, оценку я поставлю. Мне две трети не надо. Зачем две трети? Один. Еще хуже, страшные диктатуры здесь, ужасные. В Думе там демократия. И то люди пробиваются. Вон сколько дошло до третьего курса уже. Через все припомни. Так. Что нужно делать тогда? Если это конфликт, то как должен поступать и как будет поступать противоположный класс, то есть рабочий класс? Ну если ему силой определили сколько лет он будет работать, значит он также силой должен определить сколько часов он будет в день работать. Он может это сделать строго по закону? Как нет? Чего вы качаете головой? У нас сколько в неделю часов работать надо? До сорока. До. А можно в коллективном договоре определить, чтобы было 30 часов? Можно. А 20? Пожалуйста. И 10? Пожалуйста. Короче говоря, вот и этот вопрос решается не на уровне Думы и не на уровне правительства. Этот вопрос решается на каждом предприятии. Вот вы, скажем, собираете профсоюзный комитет. Если у вас профсоюзный комитет выражает интересы работников, а не интересы работодателей. Это редкость, когда он интересы работников выражает, это честно скажу. Так, вот вы собираете профсоюзный комитет, собираете конференцию, конференция принимает решение о выдвижении требования. Требования три. Первое. Обеспечить научно-технический прогресс, соответственно, переосносить производство. Второе. Обеспечить повышение реальной зарплаты, скажем, на индекс инфляции плюс пять процентов. Нормально? Ну чтобы не снижался жизненный уровень, а повышался. Но жизнь же должна улучшаться. И третье требование. Шестичасовой рабочий день. Значит, эти три требования, естественно, не вызывают особых, так сказать, каких-то возбасов восхищения у работодателя. Вы идете, передаете им эти требования, обязаны начать коллективный трудовой спор. Он проходит три стадии. Это сейчас бегло, я говорю, мы на этом будем остановиться. Помирительная комиссия, приглашение посредника, трудовой арбитраж, снова конференции, вы определяете, в какой форме будет проходить забастовка. Форма предлагается такая. Бессрочная. Такого-то числа бессрочная. И два часа в день не работаем. То есть забастовка может быть полная, когда вообще прекращается работа. А может быть такая, что два часа в день не работаем. То есть вместо восьми часов в день два часа не работаем, шесть работаем. И в этом режиме будет идти забастовка. Удастся ли вам закрепить в документах первое требование, второе требование и третье требование, это неизвестно. А то, что у вас будет шесть часов рабочий день, уже известно. И навсегда. То есть рабочий класс может в явочном порядке понизить себе. И тогда посчитайте, так же легко посчитать, как мы денежки считали, сколько отнимут. Ну теперь посчитайте рабочие часы. Если вы в день будете работать на два часа меньше, посчитайте, насколько меньше вы будете работать, и у вас будет опять, как во Франции и в Германии. Столько же рабочих часов. Вот и все. Раз хотите сделать у нас, как во Франции и в Германии, мы можем помочь вам сделать, как во Франции и в Германии, и сделать это явочным порядком. А разве сокращение рабочего дня и не было сделано в семнадцатом году явочным порядком? Это большевики сделали или после буржуазной революции сами рабочие в Петрограде стали работать восемь часов. А было одиннадцать с половиной по закону. С девяносто седьмого года впервые был установлен рабочий день с проложительностью одиннадцать с половиной часов. Вот и все. Поэтому вот это возможный вариант, к которому вынужден будет прибегнуть рабочий класс, чтобы не умереть в этих условиях, когда от дискуссии перешло дело к подавлению реальных и каких-то интересов. Ну вот с такими конфликциями мы будем уметь дело и дальше рассматривать. Спасибо за внимание. Протесты есть какие-то? Все протесты будут подавлены. macht. вау Продолжение следует...